Валерий Иванович, сегодня мы говорим о том, что происходило в минувшие дни в Приднестровье. Мы знаем, что в Варнице произошел некий инцидент, СМИ по-разному преподносят нам информацию. Хотелось бы узнать у вас, вашу экспертную оценку, что там на самом деле произошло. Надо, кстати, признать, что наши коллеги из Тирасполя намного активнее освещают это событие. И у кого только они интервью не брали, и кто только не отвечал на эти вопросы, в то время как в Кишиневе об этом практически умалчивается, откровенно говоря. Вот один телеканал делал прямое включение, еще несколько было мнений, но, в общем-то, у нас до сих пор, давайте начнем с самого верха. Нет очень четкой картины, что об этом думает высшее руководство государства, то есть что именно там произошло, и какая реакция у молдавских властей по отношению к тому, что произошло. А главное, чтобы этого больше не произошло. Это раз. У нас с вами нет четкой картины, нет одного официального лица, которому мы бы доверяли и понимали. Вот что произошло. До сих пор молчание, хотя уже прошло немало времени. В моем понимании там произошло вот что. Представители преднестровских властей попытались под покровом ночи установить в двух местах, не санкционированно, без никакого согласования, естественно, по два вагончика, которые бы, с их точки зрения, позволяло бы им проверять вход, выезд в село Варница, которое, как известно, контролируется молдавскими властями. Вот что произошло де-факто. Туда привезли вагончики, которые из информации публичной, которая существует, были произведены в Кишиневе. Проехали они из Кишинева до Варницы. Как можем обнаружить, ничего с ними, никого это не вызвало, никаких нареканий. Я уже высказывался, что данный инцидент для нас должен служить не только причиной для обсуждения самого инцидента, а самое главное сделать выводы, на каком же этапе мы сейчас находимся. Те люди, которые у нас занимаются основными вопросами безопасности государства, на какой планете они находятся, потому что они где угодно, но не только не там, где должны находиться. И я по пунктам скажу. В чем заключаются функции службы информации и безопасности? Если коротко, это обнаружение, предупреждение, нейтрализация угроз для нашей с вами безопасности и территориальной нашей целостности. Можно было, чтобы на нашу территорию, которую мы контролируем конституционно, попали люди в камуфляже в неограниченном количестве. Совершенно понятно из кадров, которые нам показали, я этих людей видел лично, что это сотрудники спецслужб, они какие-то не таможенники, это очень подготовленные ребята, специально обученные, не только я говорю о их физических качествах, а и о психологических тоже самое. Они точно знали, для чего и как они появляются. Для наших зрителей, объясню, они появились там не только ночью, они появились и на следующий день. И они могут там же появиться, на территории, которую мы контролируем, в любой момент. Первый вопрос. Это как? А где же наша тогда вообще система, в принципе, безопасности? Служба информации и безопасности об этом узнала после того, как это произошло. То, что означает полную импотенцию. То есть для чего они нужны тогда? Читать газеты? Дальше, какова реакция молдавских властей? Президент что-то проблеил, так называемый президент, что кто-то пытается дестабилизировать ситуацию. Кто пытается? Что пытается сделать? Какова реакция? Что нужно сделать, чтобы этого не произошло? Евгений Карпов вообще не может объяснить, что там происходит. Те люди, которые там участвовали, говорили о каких-то совместных договоренностях в Одессе, какой-то юбам, какие-то таможни, они были вместе, они о чем-то договаривались. Вообще, что это такое? Все смешалось, люди и кони, ничего не понятно. Я повторюсь, не зря начал с того, что преднестровские коллеги, кстати, очень активно работают в медийном пространстве. Очень активно. Конечно, у меня огромные претензии, это смешно, например, смотреть выступления некоторых наших коллег оттуда, когда они говорят, что там было 5-6 беззащитных товарищей и так далее. Ну, не надо доходить до маразма, все там видно прекрасно, и сколько их, и для чего, и так далее. Но речь не об этом. Я уже участвовал на ваших передачах, я говорил, нам нечего делать себе иллюзии и ждать, что все будет тихо и спокойно. У людей есть свои интересы, они их реализовывают. У нас обязанность спрашивать тех, кто у нас якобы находится на должностях, что нужно делать, чтобы мы обеспечили безопасность наших людей, которые там есть, и нейтрализовать угрозы со всех точек зрения. Для этого, мне вот интересно, кто, раз мы так часто упрекаем Российскую Федерацию, вот опять на днях были заявления, что Российская армия и так далее. Ну, хорошо. Какой у нас инструмент и механизм? Я видел там, прямо на месте, на следующий день, как работают миротворческие силы, как работают так называемые наблюдатели. Хаос, страх в глазах и желание побыстрее оттуда уйти. Все, это понятно. Я очень сожалею, видел там и господина Бодруга, нашего заместителя внутренних дел. Вот он единственный там за всех отдувался. И ему тоже было очень не сладко, потому что он не совсем понимал, что можно и что нужно делать в такой ситуации. Но теперь главный вопрос. Мы это все видели, все четко. Дальше что? Кто из власти мущих поднимает трубку и с кем разговаривает? Например, в Российской Федерации. Никто и никак. Дальше. Мы видели на пресс-конференции, какие отношения между Карповым и Штански. Карпов кем угодно может быть, но только не вице-примером по реинтеграции. Человек, который не в состоянии выстраивать элементарный человеческий диалог. Да как бы она его не провоцировала. И как бы там, какие бы козни ни делали. Его должность реинтегрировать страну, а не делать вид, что есть хороший он, а есть плохие они. Граждане на том берегу и граждане на этом. И то, что произошло на этот момент, и на данный момент, кстати, там всю ситуацию вырулили люди, которые там живут. Там уже чуть-чуть попозже, Карпов сейчас раздает интервью, что это при участии международных структур. Какие международные структуры? О чем он говорит, как они ему приснились? Там люди бедные в 2 часа ночи встали с кровати, и вы видели, какое противоборство было. Вот вся наша история успеха сотрудничества с международными структурами. Там все намного, на самом деле, намного примитивнее. Когда снимали эти вагончики, люди просто пришли и, толкаясь, вытолкали эти вагончики и увезли. Но самое главное, история не закончилась. Для тех, кто наблюдает эту ситуацию хоть как-то, было сказано открытым текстом, что мы еще вернемся, мы эту проблему все равно решим. Что дальше? Сейчас, я считаю, категорически было необходимым тут же созвать Высший совет безопасности, заслушать директора службы информации безопасности, тут же его показательно уволить за бездействие, безграмотность и некомпетентность. У него тоже не хватит, думаю, и совести самому подать в отставку. Он там будет держаться, как и Филат, до последнего, пока не выкурят их оттуда. Обязательно нужно было объяснить всем. Не так, чтобы мы гадали, как мы с вами говорили перед передачей, что вот некоторые люди даже не понимают, кто привез эти вагончики, как они там появились, и что это за динсформация. А четко, что было объяснение людей, которые получают за это деньги, что произошло в Варнице. Третье. А что с теми людьми, которые тогда ночью защищали наши интересы? Все, мы их забыли? Кто из властей там появился на следующий день пожать руку хотя бы этому примару, людям, которые там участвовали, поблагодарить от лица властей, что они отстояли? И это очень неприятное занятие, скажу я, в два ночи толкаться с представителями спецслужб в формах, которые намного сильнее физически, и в данном случае еще и было психологическое преимущество, потому что непонятно было, что происходит, сколько их сейчас еще навалить сюда. Где все эти действия? А где мне нравится наш парламент? Ноль внимания, ничего не произошло. Лянка ходит на разные мероприятия, пьет шампанское и возит за собой филата, показывая, как на поводке, если вы заметили, что всюду теперь будут водить его и показывать тем, кто еще с ним не познакомился. Мы дошли до полного маразма, и давайте признаемся, те люди, у которых есть какие-то интересы в том регионе, ну а чего не попробовать? А с кем разговаривать? С Лянкой? Лянка сказал вообще, что не хочет быть премьер-министром. Тимофтьев в свое время сказал, что не хочет быть президентом. Посмотрите, мы вообще что за страна? Кто подталкивает на должность, на высшие должности в государстве людей, которые не хотят этим заниматься? И зачем? Какова цель? Конечно, это все больно, и можно разговаривать до бесконечности. Самый важный урок, который мы все должны понять на основе этой ситуации, что у нас просто не существует никакой власти. Ее нет. Если бы не людей, они бы просто мирно спали, то мы бы проснулись, что еще одна часть нашей страны находится не под нашим контролем. И так, честно говоря, будет дальше со всех сторон. Ну слабых бьют, кто об этом не знает. Ну плачьтесь, сидите в фейсбуке и плачьтесь, кто за румын, кто за русских. Сегодня вы слышали, что было на заседании мэрии. Да, мы об этом чуть позже поговорим. В чем, собственно, была необходимость установить эти пункты именно сейчас? Почему назрела такая необходимость ни неделю назад, ни две недели назад, именно в этот период времени? Я прекрасно разбираюсь в подобных делах, потому что это, честно говоря, дело моей жизни и мое основное образование именно в области безопасности, поэтому никакой необходимости там ничего ставить не было. это всего лишь довольно безграмотная попытка, с моей точки зрения, установить контроль над варницей. Безграмотная, потому что, на мой взгляд, это никак. Те, кто являются авторами этой идеи, сразу скажу, вызываю свое, вернее, могу сказать, что отношусь с искренним неуважением к этой попытке, потому что там реально могли пострадать люди. Я говорю не только о здоровье, но и о жизни. И те, кто это сделал, а я говорю, что это сделано со стороны Террасполь, в данном случае совершенно четко, и могу объяснить, это очень неосторожное и малограмотное решение. Если кто-то реально бы хотел, как они утверждают, заниматься борьбой с какой-то контрабандой, для этого существуют формальные механизмы. Можно было бы договориться на уровне, который существует, поставить об этом в известность местные власти, должны были присутствовать представители молдавских властей и так далее. Вот это грамотный подход в избежание любых. А так, под покровом ночи, у меня есть сразу предложение в обратную сторону. Товарищи наши из Бендер, вы не против, если сегодня ночью 25 молдавских людей в камуфляжной форме появятся в Террасполе и скажут, что они хотят установить некоторые посты для борьбы с контрабандой? Я думаю, вы будете против. Я думаю, что им не поздоровится. И в ситуации, в которой мы все находимся, я думаю, это было очень малограмотное, неправильное решение. И скажу откровенно, мне оно не по душе. Другое дело, повторю, что... Ну, что к ним претензии? Это кто? Шевчук сделал? Или кто? Ну, они себя позиционируют. Они уже сказали, они там якобы независимое государство, они что-то там строят. Это мы все слышали. Что мы делаем? Мы Кишинев, который имеем свои интересы. И главный интерес – это не ссориться с этими людьми, а наоборот, создать предпосылки, чтобы у этого не случалось. Вот тут, я думаю, мы имеем право выразить все претензии к нашим властям, которые занимаются чем угодно, но не только не своими прямыми обязанностями. Вы упомянули камуфляж Бендеры, и я сразу вспомнила о постановлении, которое вынесли в городе Бендеры, что молдавским полицейским запрещено появляться на территории города в форме. Как вы восприняли это решение? То же самое. Это в пакете одно за другим. Ну что, там же, кстати, в Варнице, например, ходят эти милиционеры в форме. Ну и что, к чему вы приходите? Я имею в виду те, кто нагнетает эту обстановку. Для меня совершенно ясно, что есть кто-то, у меня фактов нет кто, но я сомневаюсь, что это, например, делается без того, чтобы Шевчук об этом знал. Очень сильно я сомневаюсь. Но я не понимаю в данном случае, зачем это нагнетание, зачем это откровенная ложь, и к чему? Только потому, что в Кишиневе не с кем разговаривать. Я согласен. То, что под Шумок вы пытаетесь как-то изменить ситуацию, потому что одна из главных целей, там изменить ситуацию в самом городе Бендеры, значит, чтобы там не было полицейских, ну и вот под Шумок, может быть, взять под контроль вплоть до Гуробыкулы, контроль над въездом, выездом в это село. Но это, у меня не хватает слов, конечно, выразить свое разочарование, это неправильно, это в прямом смысле агрессивные действия. И, повторюсь, нам нужно требовать от властей быстренько разобраться, кто за этим стоит. Как, если я не у вас на передаче был, к сожалению, я подумал вопрос об этих шести постах, которые Кишинев якобы собирался устанавливать. Мы до сих пор не установили, кто является автором этой дурацкой затеи. Кстати, где она, эта затея? Карпов переслал штанское письмо 28 марта. После этого ситуация дошла до предела накала, я имею в виду, потому что никто не мог внятно объяснить, что это такое. Они были разные совершенно мнения. А почему люди должны гадать? Почему, если автор Карпов, то он не пришел на них и сказал, я автор этой затеи, вот что я собираюсь делать, и вот это согласованное и так далее. Нет, что-то брякнул. То же самое, втихоря так, так, чтобы никто не узнал. И вот в ответ, в том числе, то, что мы получаем. Но вот к чему приводит безграмотность и бестолковость. С одной и с другой стороны. Но я повторю, что я могу сказать Шевчаку, кроме как выразить свое недовольство и сказать, что это неправильно? Никак. Но к властям, которые у нас еще хотя бы формально находятся, я думаю, мы все претензии должны предъявлять за абсолютно безграмотное отношение к этой проблеме. Сколько лет уже говорится? Конечно, они предпочитают Берлин, Брюссель, европейская интеграция, все это чепуха бессмысленная. Туда, кстати, там никого я не видел, кроме Бодруга, который появился на полчаса. И там вынужден был со всем этим сталкиваться, а потом он уехал. Никто из властей больше не был. Ни один. А что же вы не приехали поговорить, услышать о себе много приятного, послушать, чем бы помочь этим людям? Нет, это никого не интересует. Они поехали вообще непонятно куда, непонятно для чего в этот день. Наш господин президент считает, что приднестровские сепаратисты используют политический кризис в Кишиневе для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Есть ли доля правды в том, что он говорит? Он набрал там слова, смыслы, которые они сам не понимают. Чтобы дестабилизировать, что? Что, есть какая-то стабильность, что ли? Он на себя не хочет посмотреть в зеркало и понять, какая у нас стабильность. Или поговорить со своими коллегами. Какая власть сейчас? У кого она в руках? Кто за что отвечает? Премьер-министра нет, парламента высокого большинства нет, спикера нет. А он, кстати, Тимофтик должен почитать Конституцию, не только в части прав, в том числе в части обязанностей. Тогда посмотрим еще, кто больше дестабилизирует ситуацию в нашей стране. У меня, например, все претензии лично к нему, что он наносит нам ущерб и вред лично Тимофти, не меньше, чем попытались сделать эти люди. Потому что эти нужно установить. Кстати, кто мешает? И там был бодрух. Кто помешал установить точно, кто там был в этих камуфляжных формах, как их зовут, согласно законодательству Республики Молдова привлечь к ответственности? Да у нас даже никто об этом не думает. Легче тут же Тимофти что ляпнул? Приднестровские, сепаратисты. Кто это? Назовите поименно, для чего у вас существуют спецслужбы и органы, чтобы сказать, кто именно, какие планы, для чего это делается, вот какая будет реакция. Я повторюсь, Тимофти наносит больший ущерб стабильности или дестабилизирует ситуацию, не меньше, чем вот эти неизвестные никому люди. А что, не так разве? Что он, вот сейчас мы на какой стадии находимся, что он ждет? Где премьер-министр? Где разговоры, где спикер? Когда это вообще закончится? Это уже доходит до полного маразма. Ну, по итогу, что мы имеем в итоге, молдавским чиновникам запретили въезжать на территорию Приднестровья в период пасхальных праздников. Насколько вам кажется правильным это решение? Мне, вы знаете, вызывает большое удивление нахождение даже формально, пусть и исполняющей обязанности, людей, которые уже всем понятно, что не справляются. И не понимаешь, что ждет Карпов? Почему он сам не уволится? Чего он ждет? Это зарплата в 4 тысячи лей, которую он там получает? Или чего он ждет? Совершенно ясно, что он ничего не сделал и ничего не сделает никогда в жизни. Не в состоянии просто. Тогда для чего он там находится? Также это касается и всей связки людей. Сколько министров были хотя бы в Варнице один раз? Не нужно заезжать в Приднестровье, там свободно заезжаешь и встречаешься с людьми, встретиться с примаром, посмотреть, как они живут, каково им видеть перед своим домом милиционеров, а потом полицейских, каково там тем полицейским. Кто из них вообще занимается этими вопросами? Штанский, конечно, она очень комфортно себя чувствует в выигрышном положении, очень слабый представитель Кишинева, который не умеет даже за себя постоять, не то же за интересы всей страны. Я когда говорю «все», Карпов не должен показывать, какой он борзый, что он умеет говорить пару слов на молдавском. Это в присутствии представителя. и Штанский, который издевается в открытую над ним, он должен объяснить людям с левого берега, что именно Кишинев им предлагает, что именно конкретно. И они бы увидели смысл не воевать с нами вот в том, что происходит, а когда их власти, так называемые, начнут делать такие вещи, чтобы это вызвало у них отторжение. Потому что вот Кишинев предлагает реальные вещи. построить дороги. Не планы, а построить дороги, построить детсады. Не то, чтобы наши дети из Кривлян, по причине того, что мы закрываем школу, уезжали туда учиться, потому что там ближе есть где учиться. Может быть, наоборот. Они наваляли за три года здесь так, что уже выть хочется в центре Кишинева. И они думают, что этим и всеми этими выходками дебильными они как-то притягивают народ из Тирасполя, который надо признать. И довольно взвинчен. И многие инициативы, которые уже приняты в Кишиневе, касающиеся русского языка и культуры и так далее. Уважаемый товарищ, если вы еще не поняли, что это я обращаюсь виртуально к властям, что в Молдавии живут много людей самых разных культур. И от того, что тебе это нравится или не нравится какие-то психические расстройства, связанные с Россией, это не означает, что можно игнорировать присутствие 500-600 тысяч людей, которые говорят на русском. Россия им близка, культура. Нравится, не нравится, это факт. Что значит, ты один говоришь, что нет, этого не будет или вас здесь нет. Румыны нам сказали в свое время, что Молдаван нет, министр иностранных дел Румынии. Вот он заявил, что в Молдавии нет. А что в Молдавский МИД? Ничего, там Лянка, который, возможно, тоже так считает. Карпов противопоставляет себя другому берегу. Он не говорит так, чтобы его обязательно все понимали. То есть, это не путь, по которому произойдет реинтеграция. Кишинев должен сесть, а это уже точно никто из этих властей, никто, ни единого человека, который сейчас находится во власти, они уже не в состоянии это сделать. Нужны новые люди, которые трезво сядут, зная повадки и зная интересы в том числе властей Приднестровья и зная о том, какие стратегические интересы есть у России, смогут нарисовать те вещи, которые не могут просто не вызывать и уважения, и желания это сделать. Социально-экономически. Это касается в том числе сотрудничества во всех возможных областях, где только можно. У нас с 2007 года какие-то группы. Представляете, 7 лет якобы есть группы, которые должны вырабатывать совместные предложения. И где они? Хоть одно. Вот одно предложение, которое они встречаются, вот как мы с вами. Сегодня закончится передача, уже можно будет нарисовать несколько предложений из того, что мы с вами говорили. А они что, не в состоянии в течение 7 лет нарисовать предложения в области здравоохранения, транспорта, экологии и так далее? Сидят с той стороны интересованные в консервации ситуации, и они это не скрывают, с этой стороны безграмотные, безвольные, трусливые люди. Вот и вся песня. Вы затронули речь о том, что он буквально-таки принижает, уменьшает права этих 500-600 тысяч, которые говорят на русском языке, да, как вы сказали. Сегодня появилась информация о том, что в премарии предлагают запретить георгиевские ленты и 9 мая объявить днем траура. Как вы на это смотрите и что, какой толчок породит уже новое введение наших властей? Я предлагаю ввести днем траура день, когда к власти пришел Альянс и в то же время дублировать его днем, когда примаром стал Дорин Кирто. Это моя первая реакция как гражданин. Он не знаю, какого года, 78-го года рождения, что-то, по-моему, такого, рос он и учился в советской школе, кстати, в той же, что и я. Он на два года, обучение он получал в советской школе. Его дядя даже не только обучение, но и образование, но и работал неплохо, и, судя по нему, неплохо устроился в жизни. Я считаю, это просто провокации в прямом смысле слова, потому что это не дураки, которые не понимают, что делают. Вот он-то прекрасно понимает, что это провокация, направленная на дестабилизацию, как говорит Тимофти, ситуации во всей стране. Это, конечно, шучу, это, потому что это глупые слова, ничего не значащие. На самом деле он не может не понимать, сколько людей живет в нашей стране, для которых это реально святой день, и для которых это не просто слова или какая-то история. У скольких людей погибли люди, и какой это значимый день, и состояние они в состоянии ничем помочь, и не хватает мозгов какой-то положительный эффект произвести во время этих праздников, так не мешай хотя бы. Валерий Иванович, почему же не хватает мозгов? Они приглашают ежегодно ветеранов в здание премарии, вручают им какие-то праздничные наборы, понимаете, то есть, как бы, с одной стороны, мы говорим о том, что 9 мая нужно запретить и объявить его днем траура, а с другой стороны, мы приглашаем ветеранов и даем им какие-то электоральные бонусы, которые ожидаем получить. Это заявление в том числе является частью электорального плана, потому что либералы готовятся, если не сегодня, завтра грянут выборы, чтобы можно было пойти уже по правому экстремистскому флангу, потому что у Нири не получилось, Евросоюз в известном месте, но хоть какие-то инициативы сейчас, видите, они на последних 100 метрах, маразм Гуцу уже, получается, приклеивается к Филату, потому что она как бы не либералка, вот они будут, ну, давайте, я самое важное, пытаюсь сказать всем своим коллегам и друзьям, что самое главное в этих случаях не сидеть и молчать и делать вид, что их нет, нет, ни в коем случае, вот это, где есть возможность, обязательно нужно давать им понять всеми доступными легальными способами, что так не пойдет, а если кто-то будет дальше просто сидеть перед телевизором, как я говорю, и комментировать, то, ребята, в один день вы все окажетесь в гетто, независимо от того, какой вы нации, Молдаване, русские, румыны и так далее, кучка негодяев сейчас просто отнимают у нас уже часть прошлого отняли, но и настоящие, а пытаются отнять и будущее, но если среди тех, кто нас смотрит, настолько слабовольные люди, что хотят голову вниз, и, например, чтобы какой-то филат или типа киртуака, вот это все, на что мы способны, как страна, ну, ну вот и готовьтесь, что будете жить по своим квартиркам, исполнять законы, которые вам пропишут. Кстати, сейчас Европарламент обсуждает вопрос по генно-модифицированным продуктам, с тем, чтобы запретить, с тем, чтобы наоборот, разрешить, и не было никакой дискриминации между подобными сельхозпродуктами с использованием ГМО и, соответственно, те, которые являются био. А это для тех, кто не понимает, господа товарищи, мы с вами вроде при участии нынешней власти собираемся входить в этот единый рынок экономический через зону свободной торговли, и эти правила будут работать у нас. Это означает, что буквально через пять лет вообще ничего экологического не будет. И здесь вся эта территория, в том числе, как и в других местах, будет местом для экспериментов и будете есть совсем не экологические продукты. Отношения с Европейским Союзом и вообще, в принципе, внешнюю политику хотелось бы обсудить. Последние два опроса были опубликованы, результаты, в течение двух недель, и оба показали, что сторонников Таможенного Союза и Евразийской интеграции все же больше, чем Европейская интеграция. Как вы объясняете себе это явление? Уже это явление начинает поднайдать, в том смысле, что люди, которые выражают свою точку зрения, они, как правило, не совсем понимают, о чем идет речь. Они делают свой выбор на основе личных симпатий и на основе личных антипатий, в том числе, потому что тем, например, кому надоели слова об европейской интеграции и ничего не делания, конечно же, уже хоть что-то, хоть как-то, как бы его там не назвать, пусть он будет Таможенный Союз и так далее. И наоборот, многие из тех, кто панически боятся Россию, для них это сразу ассоциируется, это уровень культуры такой, Сибирь, аресты и так далее, то самое главное спасение у них Европейский Союз. Это тоже говорит о большом уровне культуры. А также это говорит о том, что наши власти за много лет, к сожалению, не удосужились объяснить очень четко, потому что это можно сделать через 2-3 пресс-конференции и объяснить, что такое Европейский Союз по пунктам, это несложно. Что нам нужно сделать, чтобы туда попасть, но если не врать, то нужно прийти с таким сообщением. Уважаемые коллеги, я вам показываю, сколько мы должны, вот цифры, я вам показываю, какой у нас экономический рост, для того, чтобы нам вступить в Евросоюз, нам нужно 25 лет. К тому времени я, политик, который вам говорю, это, например, господин Тимофтьев, к сожалению, физически, возможно, не смогу уже гарантировать вступление в Евросоюз и многие другие политики тоже. Если бы имели такие власти, которые бы объясняли, а вот есть таможенный союз, у которого есть такие плюсы, но есть и такие минусы, и, соответственно, если бы это проводилось, то, может быть, и цифры были другие, более какими-то, знаете, внятно и здравомыслящими. А когда мы с вами за последние, кстати, четыре года слышали хоть одну пресс-конференцию того, что было сделано от нашего руководства страны. Не так, чтобы не пиарили, если мы заметим с вами, то все пресс-конференции похожи на журнал из разряда вот этой желтой области. Кто с кем встречается, кто с кем о чем договорился, кто что продал в очередной раз. Ничего, никто за четыре года я не видел пресс-конференцию о том, что было сделано то-то. Визы в 2012 году, вступление в Евросоюз, в Вильнюс какой-то, нам мешают Россия, ну, кто угодно, что угодно, но только не объяснить, чем он занимался в своей должности четыре года. Европейский Союз обязал нас принять закон о так называемой равенстве шансов. И вот последняя новость спешу с вами поделиться. 19 мая в Кишиневе запланирован парад секс-меньшинств. Марш должен стать кульминацией фестиваля «Радуга» над Днестром, но здесь очень много разных конкурсов, например, «Мистер Фетфрумос 2013», спектакль «Дорогая Молдова», можно нам чуть-чуть поцеловаться и вечеринку по продвижению безопасного секса. Ну, в общем, повод для веселья есть. И сегодня же была организована, кстати, пресс-конференция представителями православия, которые утверждают, что весь политический кризис, который сейчас имеет место в Молдове, спровоцирован как раз-таки принятием этого закона. Я надеюсь, что те, кто принимал этот закон, возглавят соответствующие праздники. Я им желаю там хорошо отдохнуть. Валерий Иванович, говоря о том, что предстоит, мы знаем, что все ждут саммит в Вильнюсе, хотя не знаю, ждут ли сейчас с таким нетерпением его наши политики, как ждали, может быть, в начале года или в конце прошлого года. Все-таки договоры об ассоциации, договоры о свободной торговле, о которых так много говорят, и Европейский союз предупреждает, что если кризис не будет преодолен в Молдове, то их и не подпишут. Как вы думаете, все-таки подпишут эти документы или нет? Я не думаю. Я точно знаю, что ничего в Вильнюсе подписано не будет. Более того, это не планировалось. Вот вся эта белиберда и игра слов, она идет из-за низкой культуры не только политиков, и, кстати, многих журналистов, в том числе из-за того, что народ наш, конечно, пассивен и не ловит за руку, что не сказать, за язык, людей, которые нагло в открытую врут, в том числе западные партнеры, в том числе западные партнеры, которые прекрасно знают, что и как будет, но при этом относятся к нам как к людям из какого-то бандустана. Да можно им сказать, да, независимо от того, что... Вдумайтесь, уважаемые телезрители, фраза иностранного дипломата и какого ранга. Независимо от того, будет ли что-то подписано в Вильнюсе, это будет успехом для Молдовы. Это же за кого нужно нас принимать, все население, чтобы говорить нам такие слова. Это как мы с вами и Леном бы провели определенную работу, а в конце месяца нам бы сказал, скажем, виртуальный шеф, ребята, независимо от того, какую вы работу сделали, я вам платить не собираюсь, но согласитесь, что это успех. Это очень приятно, только как-то вот бессмысленно все. Не собирались они ничего подписывать, самое главное для них это было сделать так называемым необратимым процессом подписание одного документа, который является договором о свободной торговле. Вот после подписи этого документа, вот это капкан тот еще. Вот это договор об ассоциации, все это, это вообще чепуха полная, это юридический документ, я уже устал объяснять, который просто четко расставляет наши юридические отношения с Евросоюзом. Мы туда не вступаем, там написано, как мы сотрудничаем с Евросоюзом. Ни слова о нашем будущем вступлении европейской интеграции там нет. Это чтобы было четко и ясно. И смейтесь в лицо тем, кто вам говорит обратное, потому что это провокаторы, которые, кстати, большинство не читало документов. Я умираю все смеху, как у нас все говорят, что это хороший документ. Когда я спрашиваю, ты его читал? Нет. Откуда ты знаешь, что он хороший? Нет, он же должен быть хорошим. Нормально. Чтобы вот у этих людей были контракты о работе, вот так как они читают такие документы, говорят, что хорошие, вот так, чтобы они подписывали свои контракты о работе и зарплате. Не глядя и изначально знают, что там все будет хорошо. Теперь второе. Евросоюз очень хотел подписать договор о свободной торговле. Не подписать, а сделать необратимым этот процесс. И в данном случае речь идет именно на так называемом процессе парафации, когда ставятся на каждой странице такие символы, из которых следует, что эти тексты соответствуют тому, о чем шли переговоры. Тогда вы, ребята, уже никуда не денетесь. А любое правительство, которое может прийти вот после этих бестолковых всех наших бездарей, оно уже попадает в капкан. Почему? Потому что кто бы не пришел в власти, если он возьмется. Эти же документы все связаны, договор об ассоциации и зона свободной торговли. Если вы возьметесь пересматривать, так вы попадаете в такой политический капкан. Поднимается война всю Европу, что пришло правительство, которое хочет пересмотреть договор об ассоциации с Европейским Союзом. Значит, это автоматический, антиевропейский, но со всей билибердой, которая дальше следует. Поэтому капкан красивый, элегантный, ну и надо признать, Лянка и Герман, кто там всем этим заведует, очень высоко профессионально защищают наши интересы. Молдавский, я имею в виду. Они нам уже все объяснили, чем они занимались. Три года про визы, мы все уже знаем, про зону свободной торговли. Я не слышал ни одного внятного разговора. Что это будет? Для чего? Куда? Как? Мы имеем право спрашивать? Меняется полностью юридический статус наших фискальных отношений в том числе, потому что меняется, снимаются таможенные пошлины с таким огромным рынком. Там 27 стран, даже 28 скоро. В парламенте ни единого разговора и заседания на эту тему. Ну елки-маталки, ну это вообще уже вне здравого смысла, не говоря уже вне правового поля. Вы собираетесь снимать с 27 странами наш налоговый режим, потому что вы не будете пошлина больше снимать на таможне, и вы в одностороннем порядке там делают. Кто это человек? Кто дал права? Герман или кто там еще? Кто им разрешал? На основе какого мандата? В парламенте 101 депутат. Они даже не обсуждали этот вопрос. Ну что еще говорить о предательстве на самом высшем уровне наших национальных интересов? Тимофтьев говорит, Приднестровцы что-то дестабилизируют ситуацию. Не возмутила ли вас мотивация, с которой вышли некоторые политики, в том числе европейские, что якобы именно трудности перевода помешают подписать в этом году эти документы? Я уже выразил свою точку зрения, что они относятся к нам как к людям, которые заслуживают, что к ним там относились. Как к дуракам. Я что хочу, то тебе и скажу, ты проглотишь и ничего не сможешь мне сказать. Ну а с кем? Кто с ними разговаривает? Лянка? Что Лянка не знает? Они все в одной упряжке. Лянка вообще, давайте признаемся, он на какой стороне стола во время переговоров, так называемых. На нашей? Я не уверен. Лянка и Герман вот в том ряду, там, где они. Потому что, если бы они были на нашей стороне, то мы бы давно уже услышали и о каких-то не совсем хороших вещах. Я был в этой должности, и мы постоянно имели проблемы с Евросоюзом, потому что нам многие вещи не нравились. У вас свои интересы, у нас свои, это нормально. Не существует нигде в мире двух стран, между которыми и бы не было противоречий в экономическом и политическом отношении. Не существует. У Молдавии все гладко. Двадцать восемь стран, меняется экономический, фискальный режим, политический, все гладко. Ни одного нарекания. Но кто поверит в том, что там не нарушен ни один наш интерес? А я вам скажу наоборот, обосят процентов этого документа будут нас затрагивать в отрицательную сторону. Потому что с той стороны сидят профессионалы, которые посадили с их стороны Лянка и Герман, которые подписывают не глядя все, что им не сунут. Показывали, какие они хорошие европейцы. История успеха. А для нас с вами мы видим, во что это выливается. А нас с вами вытирают ноги все, кому не лень. Вот вам и внешняя политика. Лерий Иванович, последний вопрос. Возвращаясь к нашей теме. Европейские чиновники уже открыто заявили о том, что визовый режим не может быть либерализован, пока существуют проблемы Приднестровья. Проснулись, да. Мы видим, что молдавские политики не торопятся ее решать. Не видите ли вы взаимосвязь в этом? Что молдавские политики может быть хотят просто добровольно отказаться от Приднестровья взамен этого безвизового режима? Для наших зрителей сколько? У нас есть две минуты? Есть. Я быстренько объясню. Когда этот альянс пришел во власть, ни один из этих людей, которые пришли во власть, не собирались решать ни одну из наших проблем. Ни одну. План был такой. Убрать из власти предыдущую, предыдущих людей, закрепиться, прогарантировать следующие выборы себе. Кстати, я это не придумал, вы видели на днях, какие очерки фантастического характера показывал Гимб. Так они все так думают. И так было с самого начала, с 2009 года. Поэтому, расписав себе хлебные места, министерства и так далее, они приступили к реализации своего плана на основе следующих принципов. Там, где нас будут критиковать, возможны проблемы, не трогать. Вообще не трогать. Ни Приднестровье, ни социальную политику, ни села, что мы там потеряли в этих селах, с их точки зрения. Берлин, Лондон, Брюссель, молодежь. Все абсолютно будет кушать. Мы будем говорить, что мы близки, поэтому говорим визы в следующем году, потом в следующем, потом в следующем. Они это все равно скушают. А в Приднестровье социальная часть, школы, дети и так далее, это нас не интересует. Международные структуры прекрасно поняли, с кем они имеют дело. Это очень легко просчитывается. Заставили их за те деньги, которые они нам пересылают, подписывать все, что выгодно Евросоюзу и другим структурам. И это было сделано. Взамен нам даются гранты, так называемые, из которых получают деньги неправительственные организации, которые молчат. Я не слышу, на протяжении трех лет у нас все отлично, неправительственных структур нет. И за это, за эти же деньги, которые приходят с Евросоюза, оплачиваются еще хоть какие-то пенсии, еще хоть какие-то зарплаты. Экономика не растет, развития нет, школы, больницы закрываем. И дальше готовимся к следующим выборам. Вот весь план. Весь план. Вы где-то себя, уважаемые зрители, видите себя в этом? Я только в той части, в которой мы будем вынуждены за все это платить, не только интеллектуально, но и материально. Чуть-чуть попозже, одна из моих главных мечт, после того, как эта власть упадет, наконец-то, это мы посмотрим с вами финансовые документы, сколько мы набрали за эти три года внешних долгов. Я эту цифру знаю. Она, к сожалению, секретная. И с меня потребует объяснить, откуда я ее знаю. Я ее знаю. Это очень огромная цифра. А если кто-то из властей считает, что я спекулирую, пусть назовет. Или пусть кто-то попытается узнать эту цифру в Министерстве финансов. Сколько, ребята, вы за последние три года навесили на нас? Какой долг? Вот это будет интересная тема. Поэтому, извините, что так долго, никто никогда не собирался из этих людей заниматься ни одной из проблем. А так как ничего не получается, они сейчас готовятся уже к выборам, не готовятся, а практически в ней находятся, начинают возникать самые дебильные идеи. Начиная от нападок на всех людей, которые здесь живут, на разную культуру и стравливать нас. Так, чтобы мы между собой поцапались. Ты молдаванин, ты румын, ты русский, твоя земля там, а я здесь и так далее. И вот пока мы здесь с собой цапаемся, между собой, они сидят втроем. Ты будешь за это, ты это, ты это. И поверьте, что чемоданы там у них даже не сотнями миллионов. Ну что ж, ждем от вас разоблачений, когда власть падет, как вы говорите. Не от меня, а я думаю, что будут ребята поумнее, чем я, это все наружу вытащат. Валерий Иванович, спасибо большое. Спасибо. Как всегда, хороший у нас диалог с вами получился. Спасибо. Я благодарю вас за то, что вы пришли. А всем нашим зрителям, я напомню, что у нас в гостях был экс-зам-министр европейской интеграции Валерий Асталеб. Спасибо за внимание, увидимся завтра. Все добро.